Эй, всем привет! Давно не виделись, но сегодня мы наконец разберем трек Dark Japan. Да, именно то, что заценил однажды робот-коч. Или кох. Я честно не знаю, как правильно. Я сам тысячу лет не видел, что в этом проекте, уже честно говоря не помню. Так что мне будет так же интересно, как и вам. Итак, друзья, вот он сам проект. Как мы можем видеть, он очень минималистичный, я бы так сказал. То есть, ну, тут нету кучи дорожек изначально. Вот обозначал его. У нас здесь 21, 23. 23 дорожки. Ну и то всякие, многие по мелочи там есть. Что ж, давайте начнем. Вот, лидирующая партия, это Апсинт. Прям понравился мне этот звук. Я вот прям, не знаю, в душе в нем нюнчаю. К сожалению, у меня тут все на фризе. Я тогда обновлял софт, и так вышло, что, видите, все вылетало на постоянке. И получилась вот такая история. В общем, давайте чуть-чуть послушаем, и я уже буду по факту рассказывать. Ну вот, ступает байсик, это Мэйсиф. Даже не помню, что за пресет, но... В общем, как-то так это выглядит. Мне вам понравился такой просто глубокий, не грэбовый, ничего такого. Вот самая банальная эквализация. То есть, связаем лишнее внизу. И сайдник чейн. Это же к сайдчейнам. Вот. Также к этой части немножко... Ну вот, в общем, есть вот такой прикол. Это очень за ревербенные барабаны, так назовем. Ну, в общем, без них было бы все прям тускло. Ну вот, давайте послушаем с ними и без. Вот с ними вступа идет. Вы не видите, но я головой хочу. И без них. Ну, прям вообще не так. Вот, по звукам, честно, я, по-моему, какой-то стандартный бит срезал. И вообще не запарился. То есть, просто его нарезал и... Вот и все. То есть, я считаю секреты красоты в мелочах. Ну, как бы это не то, чтобы фундаментально важно, но без этого было бы совсем не то пальто. Вот, что у нас здесь еще есть. Также у нас еще один абсинт играет. Сейчас послушаем на соло. Вот как раз об этом я и говорю. Я тогда скачал новый Ableton и уже почему-то не открывается некоторые пресеты абсинта. Поэтому вышестоящие пришлось как бы и запрезить. Ладно, что-то много говорю. Давайте продвигаться. Перейдем к сути. Боже, к развязке. Ну, я знаю, что сейчас скажете. Куча людей сразу такие, ой, да это пилы, это уже колхоз. И вообще это не модно. Да мне похер как бы звучит. И мне нравится как. То есть, ну, тоже довольно один из базовых, я думаю, пресетов. Хотя я что-то там перекручивал. Я сейчас уже даже не вспомню. Я говорю, а тысячу лет не ковырялся в этом проекте. Просто, ну, как выглядит вот этот пилообразный бас в моем случае. Почему все именно так? У меня как-то новички спрашивали, типа, чего у тебя там пила как-то странно звучит. Потому что, так скажем, в проекте недостаточно было свободного места в этом спектре. И пришлось чем-то пожертвовать. Зато вот такой куполовидный рисунок, вы точно можете знать, что басик будет пробивать вообще в любой акустике. То есть, этот прием сработал. Но, надо помнить, что это был 2018 год. То есть, тогда на это можно было сыграть. Сейчас уже такие приемы, ну, хрен знает, проканают или нет. Вот. В общем, что у нас добавилось. Мессив бас. Барабаны. Это я тоже какой-то из каких-то сэмпл паков собрал. Даже, ну, то есть, там, ну, давайте по отдельности послушаем каждый. В общем, по-моему, бит очень хороший. Я считаю, что у меня, у меня, как сказать-то, у меня появлялись какие-то там колокольчики, еще что-то. Но я потом как-то случайно этот бит собрал и такой, во-во, все, теперь вот это очень важный момент. Я считаю все еще, что априори барабаны, это и есть сердце трека. Ну, то есть, если у вас будет, так скажем, не качевый бит, но все остальное будет шикарно, трек проиграет, тут как бы гадалки не ходить. Типа, бит это очень важная составляющая, если не самая важная. Поэтому я и считаю, если вы, как музыкант, раньше играли на барабаны и внезапно решили перейти в электронную музыку, сольное творчество, бля, вы крутой. Сразу вы лучше меня будете, это точно. Для меня бит составлять это целое мороком, но я люблю эту мороку и пытаюсь сделать это интересней. То есть, у вас шансов сразу будет больше раскачать танцпол. Это стопроцентно, стопроцентно. Так, едем далее. Вот, сейчас будет явка. Вот, такие моменты тоже люблю. Вряд ли все особо не меняется. Вот, добивочка. И поехали. Я люблю тоже откуда-нибудь подрезать такие сэмплы. Они вроде как бы ни туда, ни сюда. Но, при правильном обращении, вот, то есть, срезаны все полезные частоты. Это чисто, чтобы что-то шумело на фоне. Но оно это делает так вкусно. То есть, вот эта грязь добавляет прям краску. Вот, просто слушайте его в соло. Соло. Ну, блин. Если бы этого не было, было бы совсем не то. Ну, вот, давайте даже этот кусок снова послушаем с перебивкой. И если ее попросту не станет. Вроде все равно неплохо. Но, если честно, уже совсем не то. Так вот. Давайте еще разберем, какие у меня там мелочишки. Если честно, мне, наверное, больше всех интересно. Я реально не помню. Ну-ка, что это такое? Субтитры сделал DimaTorzok О, какая штука. Зачем я ее вообще вставил? Но, видимо, на то были причины. Так, а это у нас что? Реверснутые тарелочки? Да, так и есть. На них ничего нет. Они сразу были хорошие. Вот, блин. Тут вступает звук. И надо вот понять, что это. Он прям шикарен. Как бы иногда, ну, если честно, далеко не всегда срабатывают продублированные партии. Ну, вот это просто очень круто зашло. Я не знаю. Блин, это звучит, как будто я хвалюсь. Но нет, на самом деле. Просто давайте вот послушаем со второй части вот этой перебивки. С этой частью или без нее. Вот, давайте просто ее уберем. И вы поймете, о чем я говорю. Ну, что-то не то. Вот сейчас с ней будет. Ну, это очень атмосферная штука. То есть она никак не влияет на композицию в целом. Но если ее не будет, то есть часть атмосферы мы просто потеряем. Как бы это прискорбно. Вот с этой части начинается у нас игра слов, так скажем. То есть одна партия перекликается с другой. Это тоже апсинт. У нас там что налево-право? У нас скидано, я вообще не помню. Да, ребят, я искренне ничегошеньки не помню, что там было. А, ну да, вот по панораме этот лево, соответственно, этот право. Вот, давайте послушаем их. Вот, давайте в соло, вот прям без моих разговоров. Просто послушаем. Ну, вот прям без моих разговоров. общем это просто очень простая мелодия одна обыгрывает другую и это уже в корне меняет трек то есть если бы я просто оставил вот этот луп даже несмотря на то что дальше меняется мелодия ну не мелодия то есть аккордовая часть была полная херня ну вот давайте перейдем краска яме и уже к этой развязки я объясню что имею ввиду вот у нас пошла яма мелкий прогул раз даже если какие-то мелочи по убирать вот уже что-то поменялось причем вовсе не в лучшую сторону вот опять же я же говорю бит решает и вот такие обманочки я тоже люблю что вроде сейчас начнется начнется и а вот и не началось тоже мысль идет и вот здесь уже вот в этой части мы меняем мелодию и мелодию и аккорды и как раз вот давайте убираем вот эту часть ой а что-то она у нас не убралась у это же вот блять они вообще вот эту партию сейчас после яму уберем и поймете о чем я говорю вот просто у нас идет прогон вот здесь яма кончается и просто вот даже уже все стало не так интересно базару 0 вот эта парта дублирует но так тихо где-то наполнил чисто для атмосферы давайте вернемся под пыло ну и вот концов как украсть вот вот этот дубль партий просто при кассе очень дает атмосферу я не знаю мне прям очень нравится я все еще кайфую с этого дела спасибо за просмотр если вам понравилось это видео было интересным и полезным ставьте лайки подписывайтесь на канал и конечно же расскажите об этом своим друзьям возможно им это будет полезно или как минимум интересно так что до новых встреч друзья или есть это я к может